Всем привет! Заканчивается июль месяц. Начинается пора сбора урожая, заготовок. В этом видео я хочу вам показать и рассказать о тех гибридах и сортах, которые я выращивала в сезоне 2023. Выращиваю я томаты высокорослые в стеклянной теплице в Московской области. Итак, хочу начать показ томатов с такого прекрасного сорта. Это называется красное сердце гомера. Очень красивая сердцевидная форма, ярко-красного цвета плоды. Плоды крупные, достигают от 600 грамм до 300-250 грамм. На разрезе также ярко-красного цвета мякоть, сочная, семенная камера небольшая, семян немного. На вкус преобладает сладкий привкус, но есть также томатная кислинка. Аромат ярко выраженный томатный. Кожица тонкая. Эти томаты я сажаю в основном для приготовления соусов, соков и томатных подлив. Замечательный сорт. Собираю семена, каждый год его высаживаю. По урожайности я в этом году вам не буду точно говорить, потому что год в Московской области, да и впрочем, как и везде, очень сложный. У нас практически не было лета. Каждый день шли дожди и мало было солнца. Поэтому вот эти перепады, температурные скачки, они, конечно, на урожайность повлияли. Следующий сорт мой любимый. Называется Тетя Анна. Выращиваю я его уже на протяжении 4 лет. Посмотрите, какие красивые томаты. Это среднеспелый сорт. Растение высокоросло. В теплице может достигать 1,8 м, может быть, даже чуть больше. Сами томаты очень крупные. Достигают от 350 грамм до 1,2 кг. Это крупномеры. Томаты ярко-красного цвета, глянцевые. На разрезе мякоть тоже ярко-красного цвета. Сочные. Семенная камера небольшая, но семян достаточно. Сахаристые. Кожица тонкая. Мякоть очень нежная. Вкус, сладость преобладает над кислинкой. И также ярко выражен томатный аромат. Замечательный томат. Идеально подходит для приготовления соусов, соков, подливок, кетчупов и так далее. В переработке он просто идеальный. Конечно, он не для цельноплодного консервирования. Именно для переработки. Замечательный томат. Всем его советую. И просто покрошить в салат. Хорошо держит. Сильно не течет. Следующий сорт. Это новинка. Называется Бурлак. Само растение в теплице невысокое. Примерно достигает метр пятидесяти. Из всех выращиваемых сортов он себя показал как раннеспелый. Сами томаты розовоплодные. По форме они разные. Есть плоскоокруглые. Есть более вытянутые формы. Небольшая есть ребристость у плодоножки. Томаты довольно-таки крупные. От трехсот пятидесяти до четырехсот грамм. В разрезе мякоть мясистая. Они очень сочные. Семенная камера довольно-таки большая. Семян достаточно много. Мякоть сама розово-красного цвета. На вкус преобладает, даже не преобладает, а вообще они сладкие. Томатная кислинка отсутствует. Есть томатный аромат. Это томаты для тех, кто любит прям сладость в томатах. И сочность. В салате он течет из-за своей сочности. Кожурка очень тонкая, поэтому этот томат точно не для хранения. Я из этих сортов, брулак и баба Надя, буду делать сок. Отлично подходит для этого дела соки томатные, подливы томатные, соусы и так далее. Вот из этих уже будет сок у меня и соус суга. Буду готовить. Сорта хорошие. Мне понравились оба сорта. Урожайные даже при условии, что было очень плохое лето. Следующий сорт называется ирландский ликер. Этот томат я выращиваю уже несколько лет. Это высокорослое растение. В теплице может достигать 1,70-1,80 м. Среднеспелый сорт. Плоды крупные. Могут достигать от 400 до 500 грамм. По форме плоскоокруглые. Есть небольшая ребристость у плодоножки. Вообще они зеленого цвета, но когда переспевают, образуют такой бронзовый легкий загар. Красивый цвет. На разрезе мякоть ярко-зеленого цвета. Семена находятся в зеленом геле. Их достаточно много. И семенная камера достаточно большая. Мясистые. Очень сочные. Кожурка тонкая. Она легко отделяется от самого томата. Эти помидоры не для хранения, не полежать. Их так сорвал и съел. В салате они, конечно, текут из-за своей сочности. Применение. Это, конечно же, свежее потребление. И я пробовала еще делать томатный сок. Получается вкусным. Но по цвету нам он не пошел. Сам сок вкусный. А все-таки цвет как-то смущает. Хотя и цвет-то красивый. Но мы все-таки к классическому цвету привыкли. Это красный или розовый цвет. Вкусный томат преобладает сладость. Есть даже какая-то фруктовая нотка во вкусе, послевкусие. Кислоты практически нет. И он... Также у него есть томатный аромат. Хороший сорт. Мне очень нравится. Высаживаю каждый год. Кто не пробовал, обязательно посадите. Это сорт ирландский ликер. Сорт углерод. Я выращивала в этом году впервые. Это новинка. Это среднеспелый сорт. Высокорослое растение в теплице у меня достигало примерно метр пятидесяти, метр семидесяти. Это из серии чернышей. Томат имеет темно-красный цвет. Небольшое зеленоватое пятно у плодоножки. Но оно мягкое. Есть ребристость также у плодоножки. Плоды довольно крупные. От двухсот пятидесяти до трехсот пятидесяти грамм. На разрезе также ярко-красно-коричневого цвета. Семенная камера довольно-таки большая. Семян много. Сочные. Мясистые. Я хочу сказать, даже они очень сочные. Нежная мякоть. На вкус. На вкус мне он показался пресноватый. То есть в нем практически нет томатной кислинки. В нем нет практически сладости. И очень тонкий томатный аромат. То есть вот для меня он пресноватый. Хотя внешний, конечно, он очень красивый. И при таком неблагоприятном лете он довольно-таки урожайный. Посмотрите, какие красивые томаты. Применение у меня в этом году к этому сорту только свежее употребление. Можно его пустить на сок, но сок будет водянистый за счет его сочности. Следующий сорт томата это черное сердце от Борисовны. Это томаты высокорослые. В теплице застегают примерно метр восьмидесяти. Среднеспелый сорт. Выращиваю этот сорт уже несколько лет. Плоды сердцевидные, вытянутые формы. Это из серии чернышей. Внешний томат красно-коричневого цвета. На разрезе мякоть также красно-коричневого цвета. Семенная камера маленькая. Семян мало. Мясистые. Сочные. Вкусные. Преобладает сладость. Есть томатная кислинка. Ярко выражен томатный аромат. Очень мне нравятся эти томаты. Для свежего употребления применяют. Для соков получаются красивые и вкусные. Для подлив. В общем, закрутки с него отличные. Это, конечно, не для цельноплодного консервирования. Они крупные. От 450 до 700 грамм могут плоды достигать. Томат замечательный. Мне он очень нравится. Я выращиваю каждый год. Отличные. Кожурка тоже очень тонкая. Легко отделяется от томата. В салате он ведет себя хорошо. Практически не течет. Сорт отличный. Кто не пробовал, обязательно посадите. Следующие два сорта томатов я выращиваю каждый год. Показывать буду их вместе, потому что есть между ними схожесть. Сорт томата Южный Загар. Растение высокоросло. В теплице может достигать метр семидесяти примерно. Среднеспелый сорт. Плоды крупные. От 350 до 400 грамм. Есть плоды и поменьше попадаются по 200-250 грамм. Яйцевидные формы. Красивого ярко-оранжевого цвета. На разрезе мякоть также ярко-оранжевая. Семенная камера небольшая. Семян немного. Мясистые. В меру сочные. По вкусу. Преобладает сладость. Кислинки практически нет. Вот кто любит сладкие томаты без кислинки, это самое то. Ярко выражен томатный аромат. Очень вкусные. Они идеальны в салате, потому что держат форму, не текут в салате. Прекрасно получается насыщенный ярко-оранжевый сок томатный. Но вообще я больше их использую для свежего потребления. Отличный томат. Это любимец всей нашей семьи. У кого есть аллергия на красные томаты, тоже прекрасно этот сорт подходит. Великолепный сорт. Выращиваю уже, наверное, лет 5 или 6. Следующий сорт это лискинос. По цвету, значит, это тоже среднеспелый сорт. Высокорослое растение примерно 1,80 м в теплице. Среднеспелый я уже сказала. Отличается от южного загара только формой. У лискиного носа форма более вытянутая, ярко выражен сам носик. По цвету такие же, красивые. На разрезе тоже ярко-оранжевая мякоть. Семенная камера небольшая. Семян тоже немного, но они крупные. Мясистые, в меру сочные. По вкусу они мне тоже напоминают южный загар. Очень вкусные. Мы в основном эти два сорта определили для себя, что используем только для свежего потребления. Они довольно-таки урожайные. Хорошо держат и жару, и холод. Тоже крупные. Эти экземпляры у меня вам на показ мелкие. А так тоже достигают и 400, и 450 граммов. Отличные два сорта. Кто не сажал их, обязательно посадите и попробуйте. Великолепные томаты. Следующий сорт томаты. Это новинка для меня в этом году. Сорт называется гребешки. Растение высокорослое. В теплице достигает примерно 1,70-1,80 м. Среднеспелый сорт. Плоды крупные. Могут достигать до 1 кг. Есть помельче. По 400-500 граммов. Очень красивые формы. Приплюснутые. Чуть вытянутые. Точно как гребешки. Очень красивые внешне. На разрезе мякоть ярко-красного цвета. Мясистые. Семенная камера небольшая. Семян немного. На вкус сахаристые. Присутствует сладость. Также слегка выраженная томатная кислинка. Ярко выражен томатный аромат. Очень вкусные. Я его использовала для переработки. То есть на томатные соки. Хорошо идет на подливы, на кетчупы, на аджики. Ну и так далее. Ну и конечно для свежего потребления. В салате он ведет себя хорошо. Этот сорт практически не течет. Вкусный томат. И достаточно он урожайный. Сорт бычье сердце кистевое. Это новинка для меня в этом году. Высокорослое растение. В теплице достигает примерно 1,8 м. Среднеспелый сорт. Плоды довольно-таки крупные. По 230 грамм. Есть плоды и помельче. Не зря сорт назван бычье сердце кистевое. Образуют кисти. В которой насчитывается примерно от 5 до 8 плодов. Очень урожайный. На разрезе мякоть также розового цвета. Семенная камера довольно-таки большая. Семян много. Они сочные. По вкусу, если можно так сказать, что вкус сбалансированный. И по кислоте, и по сладости. Ярко выражен томатный аромат. У меня почему-то плоды дают желтые пятна в этом году. Причем это только на одном сорте. Именно на этом. Не знаю, с чем это связано. Но вот такие присутствуют желтоватые пятна. Они не плотные. Они мягкие. Но все равно их приходится обрезать. Несмотря на сложное лето 2023 года. Они урожайные. Этот сорт урожайный. Бычье сердце кистевое. Следующий сорт томата я выращивала уже на протяжении 4 лет. Сорт называется сладкий касади. Растение мощное, высокорослое. В теплице достигает примерно 2 метров. Средний спелый сорт. Плоды небольшие. От 25 до 35 грамм. Вытянутые пальчиковой формы. Красно-оранжевого цвета. Четко видны золотистые штрихи на внешней стороне плода. На разрезе семенная камера довольно-таки большая. Семян много. Они очень сочные. Я уже ранее говорила, делала обзоры на этот сорт, что он меня не впечатлил. Но каждый год я высаживаю по 2 куста для ребенка. Ребенку они очень-очень нравятся. Красиво растут, как конфетки. В кисти примерно от 5 до 8. Вот таких небольших плодов. Красивых. Им очень нравится. Поэтому я этот томат не консервирую. Никак не перерабатываю. А только для свежего потребления. В целом виде, если можно так сказать, приходит в теплицу ребенок, рвет с куста и съедает. Вот для него я их высаживаю. Следующие несколько сортов томатов я хочу показать на самих растениях. Это гибрид требус. Выращиваю его уже второй год. Растение высокоросло. В теплице может достигать около 2-2,5 метров. По сроку созревания среднеспелый. Растение очень красивое, стройное. Умеренно дает пасынки. Образует красивые кисти. От 12 до 18 плодов. Практически одновременно созревают. Плоды небольшие, примерно по 20 грамм. Выровненные. Красивые, круглые. Ярко-красного цвета. На разрезе семена камера довольно-таки большая. Семян достаточно много. Сочные. Кожурка у них плотная. На вкус сладкие. И имеют очень ярко выраженный томатный аромат. Они сладкие только при условии, что они полностью будут созревать на кусту. Тогда они действительно сладкие. Если буду дозариваться, то будет присутствовать кислинка. Замечательный гибрид. Мне он очень нравится. Супер урожайный. Несмотря на все погодные условия, жара, холод, он практически 100% завязывается. Посмотрите, какие красивые кисти. На следующий год я также его буду выращивать. Высадить 2-3 растения это вполне достаточно, чтобы получить отличный урожай. Очень хорошо он его перевозить, потому что они плотные, умеренно плотные, не мнутся. Но при этом остаются очень сладкие и очень вкусные. Замечательный гибрид требус. Следующий гибрид называется парпора. Это новинка для меня в этом году. Высокорослое растение в теплице достигает примерно 2-2,5 метра. По сроку созревания среднеспелый. Кусты мощные, встроенные. Вела я их в три стебля. Также, как и у парпоры, образуют красивые кисти. От 12 до 18 плодов. Но они покрупнее, чем требус. Около 40 грамм плоды. Одновременно все поспевают. Плоды круглые, выровненные, очень красивые, ярко-красного цвета. На разрезе также красного цвета. Семенная камера большая, семян достаточно много. Сочные. На вкус сладкие. И также есть томатный аромат. Если сравнивать с требусом, то они немножко пожестче. И у них не так чувствуется сладость, как у требуса. Хорошо их также перевозить. Они не мнутся за счет своей кожуры плотности. Тоже отличный гибрид, который завязывает плоды в любую погоду. Жара, холод. 100% у них завязываемость. Поспевают они одновременно все практически. Замечательный гибрид. Это томаты черри. Его ввести можно в 3-4 стебля. Он выдержит, завязываясь шикарно, до самой макушки. В середине августа я их прищипнула. А так бы они росли еще выше. Следующий сорт томата называется Сопер Экзотик. Это новинка для меня в этом году. Растение высокоросло. В теплице достигает примерно 1,8 м. По сроку созревания среднеспелый сорт. Ввела я его в 3 стебля. Образуют красивые кисти, в которых насчитывается от 8 до 10 плодов. Коктейльного типа. Сами томаты вытянутой формы. Кирпично-красного цвета и хорошо заметны золотые штрихи. Очень красивые внешние томаты. На разрезе также мякоть кирпично-красного цвета. Семенная камера довольно-таки большая. Семян достаточно много. Кожурка нежная. Сами томаты сочные. На вкус они кисло-сладкие, но сладость больше чувствуется, чем кислота. И легкий томатный аромат. Очень урожайный. Завязывался он на 100%. Несмотря на непогоду и несмотря на то, что это сорт, томат очень урожайный. Мне он понравился. По применению я его не консервировала. А мы просто его едим. Срываем и едим. А так можно, конечно, и целенаполудное консервирование. 100% к этому сорту подойдет. Очень красивые томаты и вкус. Хочу вам показать еще один гибрид, который я выращиваю второй год. Называется кира. Это высокорослое растение. Обтеплиться может достигать 2,5-3 метров. Но если не прищепнуть, он вырастет еще больше. Это довольно-таки стройное, красивое растение. Вела я его в три стебля. Буду вам показывать, конечно, уже остатки, потому что он съедается очень быстро. Так же, как и требус, так же, как и парпоро, образуют красивые кисти, в которых насчитывается 12 до 18 плодов. Сами плоды небольшие, буквально по 10-12 грамм. Ярко-оранжевого цвета. Вот такие бусинки. Замечательный гибрид. На разрезе также ярко-оранжевая мякоть. Семена камера довольно-таки большая. Семян достаточно много. Кожурка плотная. Но так же, как и требуясь, так же, как и парпоро, они должны созреть на кусту. Это будет самый сладкий черри, который вы пробовали. Вот Кира очень сладкий гибрид, но на кусту должен созреть. Замечательно. Мне он очень нравится. Подойдет для цельноплодного консервирования. Просто съесть в салат, на две части разрезать и сделать просто замечательно. Но еще раз хочу повторить. Вот эти три гибрида. Их нужно, чтобы они созрели именно на кустах. Но они дозариваются тоже замечательно. Завязываемость у Киры великолепная. Вы посмотрите, вот уже потолок. И вот кисть висит. И сентябрь месяц. И вот так они выглядят. И еще и цветут на макушках. Продолжают цвести. Смотрите, это вот Кира. Уже больше теплицы, если выпустить. Не было бы крыши, точно было бы выше теплицы. Все томаты я выращиваю в Московской области. В неотапливаемой стеклянной теплице. Томаты я высевала 9-10 марта. А в теплицу я высаживала 28 апреля. Урожай в этом году был отличный. Это все, что я вам хотела сегодня показать и рассказать. Это все гибриды и томаты, которые я выращивала в этом году. За исключением нескольких еще сортов, которые я не успела заснять. В следующем году я вам обязательно о них расскажу. Подписывайтесь на канал. Заходите в телеграм-канал. Я вам желаю всего самого хорошего. И всем пока.